Салют Всем салют, это Илья Мамай и мы на Booking Machine Festival. Это So Loud. Самое первое впечатление, ты вернулся со сцены буквально 10 минут назад. Рассказывай, что там было. Слушай, ну самое основное впечатление, что это, наверное, лучшее выступление, которое у меня было в жизни. Потому что первый раз это было... Как ты всего два раза выступал? Какие два? В смысле? А тур с Томасом 20 городов. А, ну ладно, Денис. Лизбалкам Порчи! Как дела? Была хорошая атмосфера? Да, была хорошая атмосфера. Особенно для начала фестиваля, ты знаешь, там не много людей, но для людей, которые были в этом, это было замечательно. Было сложно открыть фестиваль? Ну, я не открыл его, так что он открыл его, так что он открыл его, потому что он был виноват. Очень приятно чувствовать за собой живую настоящую музыку и перед собой толпу, которая реально готова тебя слушать и внимать. Да, это правда, мы должны поменять все. Да, это правда, думай и сопротивляйся, эй! Охуенно, особенно когда все начали слэмиться. Мы поднялась пыль, мы смотрели на это сверху, свип-трибун и такие, вау, ребята! Наши гости, Мэйвейвс и Америка. Здорово, пацаны! Бум-бум-бум! Какие эмоции, как восприняли, что за народ вообще? Очень разношерстный народ, публика разная, но при этом они знали песню нашу большую, поддерживали очень круто. Поем, поем! У нас случился казус небольшой, оборвался звук, прям на Smoky Tears, ну и как бы вообще не растерялся, продолжил петь. Люди поддерживали, начали клопать, делать клэпы, бам-бам. Быстрееей! Возьми! И отдай это людям! Ом-буд! Сколько от меня проблем! И я стараюсь быть собой! А то и случай, стервы предаю с предлогем времени! Салат очень удивил, на самом деле, тем, что не под простые биты начал исполнять, а именно лайф-бенд, именно саксофонист, бас-гитара. Это было просто восхитительно и прям очень сильно зашло. Расскажи про бэнт, откуда вообще ты его взял, потому что я охерял от профессионализма музыкантов. Слушай, ну история такая, я на концерте Андерсона Пака в Москве, встретил своего друга детства, да, с которым я не виделся 10 лет. Он оказался барабанщиком хаски, и с ним вот был паренек, который сейчас у меня на барабанах играет Артем. Вот, мы с ним законнектились, подружились, и на следующий день я еду в метро, слушаю Джеймисона. Я просто слушаю там чувака, там, соу, живой бэнд, думаю, блин, почему, типа, нет, я давно уже хочу. Написал ему, он такой, да, крутая идея, типа, все, я, типа, сейчас соберу тебя, чуваков. Короче, тебе хватило, чтобы бэнт собрать, типа, полтора месяца. Да, ну мы по два месяца вот репетировали прям постоянно, переслали аранжировки, переделывали песни. Обычно просто большинство сейчас новые школы выступают, они выступают под плюс. Более того, они могут лажать, они могут не попадать в ноты, а у тебя все хорошо, идеально получается. Не, ну я тоже и лажаю, и не попадаю, и очень много косяков. Просто не знаю, мне кажется, я хочу быть каким-то, не знаю, профессиональным, на самом деле, артистом, потому что я считаю, что это вот лучшее, что со мной в жизни происходит, это вот сейчас. ГОБРО! 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 мелочи, которые я запомнил. Ну, это реально, это говорит о том, что тебе не насрать на зрителя, то, что ты, как бы, в первую очередь, заботишься о качестве. Нет ли у тебя планов с бэндом тоже что-то замутить? В будущем, когда будет более широкий спектр возможностей, тогда с удовольствием. Ты имеешь в виду финансовый? Да, финансовый, чтобы потянуть крутой бэнд, хороший. Но вы же сейчас базируетесь в Ростове, да, и репаете в Ростове, получается? Да, мы репетируем в рамках своей студии, просто собираемся, я включаю на мониторах минусы, просто мы прогоняем просто... Я беру неподключенный микрофон и просто начинаю петь пресс. Да, мы просто, да, мы по-дворовому очень репетируем, то есть нет никаких больших репетиций. Корчи просто полный разъем, чуваки, это просто было охуенно, бро! Ты был почти первым человеком, который работал с меня, и мы начали с настоящего ботом. Были это же портфель, как он сейчас? Нет, нет, я был более inexperienced, но более готов, я бы сказал, так что я был очень excited. Ты начинал из создания beats, да? Да, я начинал из создания beats, а потом, потом, я становился более раппор и сын, и теперь я как-то в том, что все происходит. Где ты начинал твои ботом-производства? В Португали или в Украине? Нет, в Украине, так что я grew up в Украине. Я начинал это сразу после школы, но я не был очень хорош, поэтому я не принимал это серьезно за четыре года. Когда я был 20 лет, я начинал работать и производить правильно. КОЛО КОКАИНО Elego как я попал на бм я написал томаса мразу в контакте года полтора назад предложил ему фит он согласился вы не дружили не знали мы нет ничего вот и соответственно это была песня магия после этого да я подумал что стоит наверно снять на нее клип написал об этом томаса и томас такой ел чувак суши поехали со мной в тур типа будешь меня саппортить там и порешаем вот соответственно я поехал туда познакомился там с тобой познакомился с другими ребятками вот и потом случилось волшебное заклинание я оказался здесь скажите как познакомились тогда и когда когда на студии у меня я пришел к нему на запись мне рост туда на коррекцию музыку америке dream он песню и понял что это мы не реально в ростове как что в россии такой но вообще да на самом деле когда я услышал как как америка сводит как у его никому не пойду только к америке пойду но я мне это поразило я еще нет абсолютно я первый раз сразу сказал чувак чуть дешевле для тебя будет чем для всех а под конец я говорю все пишется бесплатно потягиваем движуху собираемся делаем you are like our foreign connector because yeah just connect every single force with that we have right now like marco yeah oxy my ways america you're like in the middle of the creating music and artist's wife i'm just happy to be useful within the team you know because you know i've got an ear for music be it melody be it flow i just feel good that i'm happy to help out the team in some way or another you know because i do the dj and i do the produce and i do the performance but i also like to be like an an or because forgotten i for music so why not use it you know нам больше всего нравится то что booking machine 1 1 из первых вопросов который созрел у вейза будет ли проблемы с тем что мне придется покинуть молоко плюс oxymiron конечно же сказал никаких проблем мы только за чтобы ты оставался в тусовке потому что нам импонируют ребята все круто я не знаю как бы развернулся бы разговор с вами звуки машины если бы нам полностью запретили молоко плюс очень много для нас значит очень много так что да молоко плюс окна let's talk about uh jaren imus wash are you familiar with him i mean like i'm not really an артистовый человек, но я очень знаком с Бошей. Он очень приятный, он очень приятный. Это как лсд-лсд-пайтер. Я думаю, что он соответствует нашу философию. Да, это так, потому что он очень приятный, и мы идем против границы. И он тоже сделал это, понимаешь? На самом деле, у Бэм часто получается какие-то вот эти сакральные смыслы поднимать в своем творчестве. То есть, как-то случайно это получается. Ну да, на самом деле, специально не задумывается. Все на своих местах. Боже, ты сделал красивое. Ты сделал все эти люди вместе. Есть, например, разные вещи. Так что ты сделал красивое, и ты должен быть рад. Так много разных типов всего вокруг тебя. Конечно, конечно. Не знаю, что логистическое, которое никто не знает. Так что, боже мой, боже мой. Боже мой, Илья. Какого вида. Субтитры создавал DimaTorzok